Скорее всего, это все-таки был просто сглаженный навал Бутового камня. Дело в том, что из этого Бутового камня миллионы тонн его ушло на фундаменты Черняковских домов, повсюду, по окрестным улицам так называемого соцгорода, социалистического города. И, видимо, открытое место это было как раз сваленный, утрамбованный, утоптанный камень. Но мостовая брусчатка здесь практически невозможна, ни под каким предлогом. Потому что соцгород Черняковск строился сразу как город асфальтируемый, и ни о какой брусчатке здесь не могло быть и речи. Я помню, вот этот участок, вот от Победы до Восьмитачки мы несколько раз копали. Поэтому скапывали, как я говорю, каждый камень я здесь помню. И поэтому здесь никогда не раскапывали что-нибудь подобное. Я даже не слышал, что у нас в Черняковке есть где-то, была брусчатая мостовая. Немцы были, конечно, пленные. Они были равномерно распределены по всему Союзу, по всей России. В основном все-таки и Черняковку конца 40-х, начала 50-х годов, и Уфу строили все-таки наши соотечественники. Немцы, если были, то их вклад был, но в процентном соотношении это было не столь значительно.